Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня гость нашей студии, гость рубрики «Серьезный разговор», исполняющий обязанности главы муниципального образования городской округа Ахинский Наталья Анатольевна Рычкова. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита Ильич. Добрый вечер, уважаемые Ахинцы. Наш серьезный разговор уже последний в уходящем 2015 году. Сегодня мы поговорим о некоторых итогах года 2015, о том, что предстоит сделать в году следующем. Но прежде чем мы перейдем к таким масштабным вопросам, к проблемам или вопросам дня сегодняшнего. В последние два дня, субботу и воскресенье, Ахинский район накрыл довольно-таки сильный циклон, очень сильный ветер, практически сутки не стихал. Мы прекрасно знаем и говорили об этом, что довольно-таки узкое место нашей подготовки к зиме – это те сети электроснабжения, которые серьезно пострадали в году прошлом. Как в целом Ахинский район пережил, переживает вот этот сильный циклон? Как справляется сеть электроснабжения? Как у нас ситуация обстоит с Рачийской дорог? Действительно, на протяжении уже двух суток на территории Ахинского района бушует циклон. В плане нарушения электроснабжения зафиксированы незначительные отключения по городу, это первый микрорайон был, и вчера отключения по селу Тунгур. При отключении котельную перевели на газогенератор, были определенные сложности, но вопрос решили, и электроснабжение села Тунгур было восстановлено. Накануне циклона все силы и средства были переведены в режим повышенной готовности, поэтому службы электрических сетей находятся на своих боевых местах и оперативно стараются реагировать, искать причины отключений, и по мере возможности, если это не касается каких-то верховых работ, на опорах электричества устраняют неполадки. По расчистке дорог по городу техника в штатном режиме осуществляет проезд по дорогам, и по окончании циклона традиционно уже весь объем техники будет выходить на расширение дорог и вывоз снега. Дороги на поселке Москальвоне, Красовка и Восточное закрыты со вчерашнего дня с 6 утра, поэтому тоже к расчистке приступят после прекращения циклона. Ну и прохождение циклона, я думаю, можно отметить, что в сравнении с прошлым годом, когда у нас было нестандартное природное явление, обледенение и проводов, говорит о том, что в целом работы по подготовке сетей электричества ежегодно проходит. Процент износа до сих пор еще, конечно, оставляет желать большего, лучшего, да, достаточно большой, но в этом направлении работы ведутся. Из планов по работе по системе электроснабжения следует отметить, что дано поручение губернаторам разработать программу повышения надежности системы электроснабжения в целом Сахалинской области, то есть осенние циклоны, которые охватили большее количество муниципальных образований области, все-таки еще раз вывело на поверхность эту большую проблему, что сети запроектированы были при других требованиях, при других ГОСТах и меняются климатические особенности региона, поэтому нужно все-таки централизованно, это правильно, направлять финансирование и выполнять работы в целом по Сахалинской области. Ну, теперь перейдем к вопросам таким более масштабным, касающимся в целом жизни округа. На минувшей сессии депутаты городского собрания проголосовали, приняли бюджет 2016 года муниципального образования городской округа Хинский. Может быть, в нескольких словах напомните нашим телезрителям, и его основные характеристики этого бюджета, с ростом ли он, со снижением к прошлому году принимается, все ли наши желания, хотелки, ну так вот мы их назовем, удалось в этом бюджете защитить? В целом, основные характеристики бюджета муниципального образования планируются утвердить в следующих объемах. Общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2016 год прогнозируется в сумме 2 млрд 512,9 млн. рублей, в том числе 856,7 млн. рублей поступления налоговых и неналоговых доходов. То есть это собственные доходы местного бюджета, что составляет 34% от общего объема. То есть мы всегда разъясняем о том, что бюджет носит целевой характер, наших собственных доходов только 34%, а все остальные субсидии и субвенции областного бюджета, они целевые, направлены на финансирование конкретных программ и объектов. В сравнении с 2015 годом увеличение на 23% или на 162 млн. рублей, и из 2 млрд 512 рублей, как я говорила, основную часть составляет средства областного бюджета, это 1 млрд 656,2 млн. рублей. Расходы бюджета муниципального образования на 2016 год планируются в размере 2 млрд 575,8 млн. рублей, то есть бюджет утверждается дефицитный, недостаток средств составляет 62,9 млн. рублей, источниками которого будут неиспользованные по состоянию на 1 января 2016 года денежные средства бюджета, и за счет увеличения поступления в местный бюджет от налоговых и неналоговых доходов, то есть на следующий год у нас увеличен норматив поступления именно в местный бюджет. НДФЛ, да? Больше будет. В том числе, да, НДФЛ и по другим налогам. В основном все направления и параметры бюджета на 2016 год сохранены, они соответствуют планам и выполненным работам по 2015 году. Отличие следует отметить в том, что большая направленность на социальную сферу, можно отметить, что впервые в 2016 году у нас предусмотрена реализация мероприятий по предоставлению льгот при проезде учащимся, то есть дополнительно к существующим льготам по транспортному обслуживанию неработающих пенсионеров мы предусматриваем льготу для проезда учащихся по городу в учебный год и также оплата проезда беременным женщинам, проживающим в селах городского округа. То есть дополнительные социальные льготы есть? Да. Что касается бюджета, просто в году прошлом беседу здесь с депутатами, но мы понимаем, что живем в ситуации кризиса мирового, в условиях санкций, говорили о том, что на 2015 год еще бюджет такой хороший, что будет дальше неизвестно. Но в принципе нам сейчас практика показывает, что и на 2016 год бюджет каких-то таких серьезных сокращений, уменьшения или секвестра мы не видим. Да, если в абсолютных величинах посмотреть, то уменьшение финансирования на 2016 год может быть связано только с тем, что по направлению строительства те средства, которые ранее предоставлялись местному бюджету для реализации строительного направления. С 2016 года будут направлены дирекцию единого заказчика, то есть несколько изменен подход по реализации строительного направления. И дирекция единого заказчика, которая создана на базе областного УКСа, будет являться главным распорядителем средств и заниматься проектированием, строительством объектов крупных по всем муниципальным образованиям с объемом финансирования более 100 миллионов. Если вводит размер строительства, стоимости строительства превышает 100 миллионов. То есть просто определенные полномочия область взяла себе, в частности, в частности, строительство. Совершенно верно. Кроме этого, предусмотрена также доплата по питанию, это 500 рублей на каждого ученика из местного бюджета, будет дополнительно выделяться к тем средствам, которые предусмотрены областным бюджетом. В целом, на 16-й год на питание учащихся по вышеуказанной категории планируется направить за счет местного бюджета порядка 11 миллионов рублей. Также впервые в 16-м году установлена категория родителей, законных представителей, которым установлено освобождение или снижение родительской платы в дошкольных учреждениях. К таким категориям относятся родители или законные представители, имеющие детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из числа коренных малочисленных народов Севера, детей, проживающих и посещающих образовательные учреждения в сельской местности, и детей из многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, посещающих группы продленного дня. На компенсацию расходов дошкольным учреждениям в бюджете в местном предусмотрено порядка 9 миллионов рублей. Что касается расходов бюджета, для многих ахинцев, горожан, они наглядно видны при реализации программы благоустройства. То есть ахинцы видят, когда проводится благоустройство двора, кладут асфальт, ремонтируют социальные учреждения, ставят детские площадки. В году следующем, в 2016, программа благоустройства, не сократилась ли она? Что нас ожидает? В частности, допустим, ремонт дворов, которые мы начали в этом году планомерно делать, то есть на следующий год, будет ли она продолжаться? То, что касается реализации программы благоустройства, она только увеличивается по объемам финансирования. То есть те задачи, которые ставятся областью, муниципалитетам по реализации мероприятий по благоустройству, они будут и далее реализовываться. Мы уже озвучивали о том, что принята пятилетняя программа по ремонту дворов, когда ежегодно не менее 20% дворов должны быть отремонтированы. На следующий год уже сейчас в стадии разработки проекты по 12 дворам, то есть наше количество ежегодное – это 12 дворов, плюс 3 двора, которые по объективным обстоятельствам в прошлом году не смогли завершить. Поэтому стараемся подойти комплексно. Перед проектировщиком ставится задача разработать проект с учетом установки детских площадок, освещения, парковочных мест. То есть должно быть в комплексе все это учтено. По детским площадкам также работа не прекращается. Уже на сегодняшний день закуплена часть оборудования. Это 7 детских площадок и 8 спортивных. И далее в бюджете предусмотрено 16-й год также финансирование на приобретение еще оборудования. И наша задача – планируем, чтобы к началу летнего сезона уже все работы по установке были выполнены. Для телезрителей, я думаю, можно будет озвучить, какие дворы у нас входят в план по 16-му году. Это Ленина 48, Ленина 50, 60 лет 17, дробь 1, 60 лет 19, дробь 1, дробь 3, дробь 5. То есть таким образом мы планируем в 16-м году полностью закончить благоустройство дворов, расположенных в 6-м микрорайоне. Стараемся подойти комплексно, чтобы не выборочно выдергивать дворы. Ну да, чтобы не было каких-то таких дюр. Да, чтобы уже окончательно вид имели. Из 7-го микрорайона это ЦАПКО 32, 60 лет 38, дробь 2, дробь 3, 60 лет 34, 36, 38, 60 лет 36, дробь 1. Кроме того, Ленина 14, Советская 17, дробь 1, Блюхера 7, Держинского 31. Может быть что-то упустило, в любом случае на сайте администрации у нас в начале года, я думаю, мы обновим информацию, актуализируем ее уже в соответствии с утвержденными планами, и наши жители смогут всегда увидеть, какой адрес, когда планируется сделать. Тоже касается и дворов, которые мы в этом году делали щебеночное покрытие, то есть оно все-таки не оправдало себя, и по этим дворам мы также предусмотрим асфальтирование. Так, это касается дворов. Также будет продолжена работа по ремонту дорог. Адреса тоже, я думаю, вскоре жители смогут увидеть на сайте, и отдельно, может быть, мы эти блоки будем доводить до населения. В обязательном порядке центральные улицы в селах запланировано асфальтирование. Продолжаем работу по проблемным участкам дороги Аха-Маскальво-Аха-Восточная. В настоящее время закончено изыскание и госэкспертиза по дорогам по Блюхера. Мы тоже озвучивали, что от Журавушки до Карла Маркса планируем. И сейчас выходим на стадию подготовки технического задания на проектирование. И это же касается и дороги до Ахинской ТЭЦ. В целом, кроме дворов и дорожного хозяйства, программа благоустройства подразумевает еще ряд других мероприятий. То есть в рамках благоустройства предусмотрены мероприятия и по озеленению. На следующий год планируется высадить 850 деревьев, 262 кустарника. На сегодняшний день контракт уже заключен. Он у нас двухгодичный. Часть работ мы выполнили в этом году. И к началу сезона мы уже имеем подрядчика, который будет реализовывать эти мероприятия. Мероприятия традиционные ежегодные мероприятия по благоустройству территории города. Это уборка наших скверов, площадей, памятников, посадка и побелка деревьев, полив цветов, прополка. То есть все это традиционные. Работы, которые, может быть, не так заметны, но без них никак не обойтись. Мероприятия по корицидной обработке и диротизации. Это в обязательном порядке ежегодно проводятся. Клещи, крысы, чтобы и санитарное состояние города также у нас соответствовало всем нормам. По приобретению детских площадок я озвучила. Кроме того, в тех дворах, которые будут проводиться ремонты, будут установлены лавочки, урны. Они уже закуплены. Порядка 50 лавочек, 80 урн. Будем стараться приводить дворы наши в порядок. Кроме того, так как уже на протяжении последних лет массово реализуются мероприятия по установке детских площадок, соответственно, и необходимо их обслуживать. Поэтому впервые в этом году в программе благоустройства мы предусмотрели средства на ремонт и содержание детских и спортивных площадок. Будет определен по результатам аукциона подрядчик, который будет централизованно заниматься этими вопросами, чтобы наши площадки... Были круглый год, поддерживались в должном состоянии. И всегда хочется в таких ситуациях обращаться к жителям о том, чтобы они не забывали, что все это делается для них, для детей. И желательно, чтобы не проходили мимо и все-таки одергивали тех, кто... В случае вандализма какого-то, да. Да, допускает вандализм. Ну, благоустройство и красота – это дело нужное, без этого никак. Но когда дома нет отопления или воды, ну, я думаю, что про благоустройство все забывают. Поэтому, наверное, одна из самых важных задач муниципалитета, власти исполнительной – это проведение программ по подготовке города к предстоящему отопительному периоду, ну, поддержание сетей коммунальных всех в должном состоянии. В году прошедшем, насколько удачно нам удалось подготовить город к зиме? Сейчас, ну, уже конец декабря, можно ли сделать какие-то определенные выводы, насколько эти программы были удачны? Как в целом проходят отопительные периоды? В целом отопительный период проходит в штатном режиме. Каких-либо крупных аварий или перерывов теплоснабжения, водоснабжения население может видеть, что не происходило. Работа по подготовке к зиме шла в плановом режиме, то есть те темпы, которые мы нарастили за последние годы, мы выдерживаем. И в цифрах могу озвучить о количестве замененных коммуникаций. Тепловые сети 7 километров, водяные сети 3,6 километра, канализационные 250 метров, электрические сети порядка 24 километров. В установленные сроки без сбоев муниципальное образование получило паспорт готовности муниципального образования к отопительному сезону. Отопительный сезон мы начали одни из первых по Сахалинской области. И на сегодняшний день все проходит в штатном режиме. Кроме подготовки сетей коммунальной инфраструктуры, большая работа планируется по ремонту многоквартирных домов, наращивает темпы реализации программы по капитальному ремонту, которую реализует фонд капитального ремонта Сахалинской области. На следующий год запланировано ремонт 31 многоквартирного дома с общим объемом финансирования порядка 212 миллионов. В разбивке по стоимости мы тоже до этого очень подробно беседовали. То есть из этих 212 миллионов средства собственников составляют 35% и основную нагрузку несет областной и местный бюджет. В основном по конструктивам идет замена всех внутренних систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения. Со списком домов я также предложу, наверное, жителям ознакомиться на сайте, чтобы не занимать время по перечислению. Особое направление и внимание уделено ремонту крыш. То есть по программе капитального ремонта, которую реализует фонд, это 22 крыши. И кроме того, вне этой программы также еще порядка 16 крыш мы запланировали по тем домам, которые не входят в программу по капитальному ремонту. За счет экономии по проведенным аукционам, я так думаю, что мы сможем еще этот список дополнять, потому что предварительно работа была проведена с управляющими компаниями и учтены все жалобы жителей, но не всегда что-то попадает во внимание. И мы имеем возможность все-таки за счет экономии какие-то мероприятия дополнительно запланировать. По поступившей жалобе проводится осмотр, то есть речь идет, либо протечки только по одной какой-то квартире, и это возможно выполнить силами управляющей компании, либо же принимается решение, если требуются капитальные затраты, то этот дом будет включен в программу по капитальному ремонту. Из вопроса по подготовке к зиме. В настоящее время часть аукционов проведена и проводятся аукционы по приобретению специализированной техники, то есть порядка 13 единиц техники дорожной мы ожидаем поступления в первом квартале. Уже часть, два погрузчика, большой, маленький, и бульдозер на гусеничном ходу с оборудованием навесным, шнокороторным подошли. И поэтому задачи по расчистке города, я думаю, будут решаться более оперативно. Кроме того, четыре погрузчика предусмотрены для расчистки сел, то есть в каждом селе будет тоже новый погрузчик. И таким образом постепенно все-таки наши больные вопросы, я думаю, будут решаться. Что касается тарифообразования по селам городского округа, я думаю, озвучу очень хорошую новость. По утвержденным тарифам на 2016 год в селах утвержден единый тариф на водоснабжение и водоотведение. И если ранее разбежка тарифа по селам составляла, вот озвучу на сегодняшний день, в селе Восточном 95 рублей, в Тунгоре 114, в Москальво 104 и в Некрасовке 55 рублей, то с 1 января 2016 года во всех селах тариф на водоснабжение будет составлять 55 рублей 63 копейки, и на водоотведение 17 рублей 47 копеек. Это большая работа, проделанная предприятием, который при защите РЭК отстаивал интересы жителей. Работа очень сложная, многоплановая, потому что при защите тарифов нужно учесть интересы и населения, и предприятия, и работников. Для предприятия мы можем предположить, что это будет выгодно тем, что компенсацию этого тарифа наверняка его получит. Это позволит ему нормально, стабильно работать. Совершенно верно. Решение это имеет не только положительный эффект в плане снижения платы для населения, но с учетом того, что по селам городского округа очень низкий процент собираемости порядка 60%, то есть все бремя неоплаты ложится на плечи предприятия, которое не имеет возможности выполнять свои поставленные задачи ввиду отсутствия финансовых средств. Также, я думаю, необходимо озвучить о том, что по городу с 1 января 2016 года приступает к работе муниципальное унитарное предприятие «Хинское коммунальное хозяйство». На сегодняшний день оно объединяет весь комплекс коммунальной инфраструктуры города. Туда войдут водоснабжение, водоотведение, техническое водоснабжение и транспортировка теплоэнергии «Сахинской ТЭЦ». На сегодняшний день тарифы для данного предприятия утверждены. Для населения они остаются в прежних размерах, то есть с 1 января по городу тарифы на водоснабжение и водоотведение не увеличиваются, а будут увеличиваться так же и как по всем предприятиям раз в полгода. Это традиционная развивка. А по теплоснабжению тариф? Эти предприятия по теплоснабжению сейчас не готовы ответить, но в Ахинском нефтянике, в Сахалинском нефтянике Ахинская ТЭЦ опубликовала тарифы на теплоснабжение, электроэнергию, поэтому жители могут ознакомиться. Поэтому телефон диспетчерской службы муниципального предприятия 2.14.15. Все вопросы по каким-то нарушениям, аварийным ситуациям, по наружным сетям водоснабжения и теплоснабжения можно будет сообщать на этот телефон. И традиционно, напоминаю, телефон единой диспетчерской службы администрации 5.01.41, куда жители могут по различным вопросам сообщать информацию. Сказали, что образуется новое предприятие, там будут входить водоснабжение, водоотведение и транспортировка теплоэнергии. Значит ли это, что Ахинцы будут получать какую-то... Конечно, нельзя говорить об единой квитанции, потому что у нас есть Ахинск, Сахалину был газ, мы отдельно оплачиваем, но тем не менее количество квитанций уменьшится у нас. В одной квитанции будут услуги по водоснабжению и водоотведению. Теплоэнергия и электроснабжение, да, эту услугу предоставляется Ахинская ТЭЦ, и мы неоднократно, если помните, собирались и обсуждали вопрос о создании единой квитанции, и все-таки предприятия не рассматривают этот вариант. Хотят сами собирать. Да, и стараются сами собирать. Поэтому в январе еще будут квитанции от ранее действующих предприятий. Жители не должны забывать о том, что если они имеют задолженность за оказанные услуги, это не освобождает их от оплаты. Каждый должен нести ответственность за оплату своих коммунальных услуг. И уже в феврале будут квитанции по новому предприятию. Ну и вопрос такой социальный. Те нынешние работники городского водоотведения, городского водоснабжения, будут ли они приняты в новое предприятие, сохранят ли они свои, получат ли компенсацию за отпуска, неотгуленные и так далее. То есть все ли будут соблены их финансовые интересы? Все работники, рабочий персонал, цеховой персонал, которые работали на своих рабочих местах, они в полном объеме, естественно, будут работать на новом предприятии. На сегодняшний день уже все заявления о приеме на работу получены. Что касается административно-управленческого персонала, это и является одним из оснований объединения предприятий в целях оптимизации по проверке РЭК. И вот он, естественно, будет оптимизирован, потому что руководство будет осуществляться одним предприятием. Ну, а еще раз, зарплаты, отпуска и так далее, то есть вот работники не потеряют ли, допустим, он не отгулял год, получит ли он компенсацию? Естественно, всю заработную плату и компенсацию должны они будут получить, конечно, на старом предприятии. Трудовые договоры у них заключены были до 31 декабря по сроку действия договора аренды на имущество. Ну, мы говорили сейчас о благоустройстве, о программе капитального ремонта жилых домов. Но мы прекрасно знаем, что в Ахинском районе жилой фонд, ну, не в большинстве, а довольно-таки существенная его часть, нуждается вообще, в принципе, в замене. Ветхое, но аварийное, оно пострадало после нефтегурского землетрясения. Были вот там какие-то первые акции составлены, что дома там, ну, как-то в них сложно жить, они должны быть там расселены. Но, одним словом, проблемы с жилым фондом остаются. И они, касаемо части какой-то здания, они просто капитальным ремонтом, ну, наверное, не могут решаться. Единственное решение этой ситуации – это строительство нового безопасного жилья, в котором, куда надо переселять людей. Из года в год мы видим, в Ахе появляются новые жилые дома, благоустроенные люди в них переселяются. Что мы построили в 2015 году? Удалось ли нам выполнить программу по строительству? И что нас ожидает в году следующем? В 2015 году были введены и заселены два дома по Карла Маркса. Планировалось ввод жилого дома по, вернее, дома по Некрасовке. Но ввод переносится на следующий год. И на следующий год также планируется ввод по двум домам по улице Советской – 24-квартирные и 12-квартирные дома. На сегодняшний день еще остается переселить по программе переселения порядка 13,5 тысяч квадратных метров. В целом по Сахалинской области, а может быть даже и по всей России ввиду экономической ситуации несколько изменились правила игры по строительству. То есть если раньше основной акцент ставился на строительстве домов за счет средств инвестора, когда инвестор строил дома и затем за бюджетные средства приобретались квартиры, то на сегодняшний день огромное количество строительных компаний банкротится в результате того, что цены выросли и те вложенные деньги на сегодняшний день просто невозможно возвратить. Поэтому будет 16-й год определенным переходным этапом, когда область планирует перейти на схему по проведению аукционов на строительство и подрядчики уже будут выходить на аукционы с ежемесячной оплатой выполненных работ. 16-й год практически весь будет направлен на разработку типовых проектов. Будет, как я уже озвучила, заниматься дирекцией единого заказчика и основное строительство, скорее всего, будет уже вторая половина 16-го года, начало 17-го. В Ахинском районе, ну вот мы как-то тему благоустройства затронули, но существует одна проблема, которая довольно-таки часто звучит, люди обращают внимание и говорят они, это борьба с беспризорными собаками. Общество разделилось, одни сетуют на то, что надо ставить, строить приют, дайте нам деньги, мы приют построим, будем за собаками следить. Другие говорят, что как можно больше их надо убирать с улиц, стерилизовать, либо каким-то образом уничтожать. На сегодняшний день, давайте напомним нашим телезрителям, как эта ситуация, как эта проблема решается в городском округе, какие средства выделены, кто их осваивает, какой ведется контроль за работой подрядчика. Тоже люди там задаются вопросами, так ли он там работает, а то мало ли там деньги забрал себе и работу не выполняет. И на самом деле, как вот можно эту ситуацию поменять в корне? Тоже мы этот вопрос с вами обсуждали. На начало года была проблема в том, что трижды объявлялся аукцион на выполнение этих работ, никто из подрядчиков не заявлялся, и уже путем переговоров выходили на компанию Южно-Сахалинскую, которая заявилась, и вот уже второе полугодие, 15-го года отработали. На 15-й год было предусмотрено 700 тысяч рублей, работа эта контролируется, то есть вместе с подрядчиками в обязательном порядке ездит участковый, но это в целях обеспечения порядка, и в обязательном порядке специалистами администрации ну буквально по головам ведется учет того количества четко регламентированные, утверждены нормативы на стоимость определенного вида работ, то есть и транспортировка, и лекарственные препараты, то есть все это в рамках строго регламентированных действий. На сегодняшний день, на 16-й год аукцион проведен, определен подрядчик, объем выделенных средств 800 тысяч рублей на следующий год. Было, напомните, на 15-м? Было в 15-м 700 тысяч рублей. И за 2015-й год было отловлено порядка 300 особей, ну и порядка стальки, наверное, с учетом 300-350, это будет план на следующий год. Вот в случае необходимости есть возможность увеличения финансирования, финансируется это из областного бюджета. Если мы будем по ситуации видеть, что за первый период мы уже все финансирование используем, то в любом случае можно будет говорить об увеличении. 15-го года посмотреть, то есть эти деньги-то мы изымаем из этой среды собак, но надо посмотреть, эта кардинальная ситуация меняется или нет, потому что они-то запросто сами себя восстановят, свою популяцию, эти деньги из года в год будем тратить, ну непонятно на что. Есть ли какой-то способ, ну или решение этой ситуации, ну как-то кардинально, может быть нам надо не 800 тысяч, а там 1,8 миллиона как-то эту популяцию выбрать, убрать с улиц города. То есть кто ведет анализ всей этой проблемы и определяет, сколько этих денег надо и сколько этих собак надо убрать? Для решения этой проблемы, я так думаю, что эта работа просто должна быть постоянной, постоянной, методичной, тогда мы сможем каким-то образом регулировать это количество, потому что если это будут разовые какие-то набеги через большие продолжительные периоды, то природа восполняет. Ну понятно, конечно, да. В общем, ну в любом случае, мне кажется, было бы логично как-то вот узнать или все-таки телезрителям сообщить, вот анализ ведется ли мы, количество этих собак, их, ну как-то же по головам не перечитаешь с одной стороны, да, но то есть вообще эффективность этой работы, вот как ее оценить? Я так думаю, что так как это направление не так давно начало реализовываться, да, и можно проанализировать, связаться с теми муниципальными образованиями, где построены приюты и проанализировать, какой результат дает направление, когда идет стерилизация и кастрация особей и сравнить ее с ситуацией как муниципальными образованиями, где идет просто отлов. Я так думаю, что 15-й год как раз может быть таким наработанным периодом и в 16-м году мы с вами можем вернуться к этому вопросу. Ну вот еще из таких особенностей прошедшего года, ну в нехорошем ключе, это стала ситуация со зданием так называемого здания Пикунова по улице Комсомольской. Две, ну такие, как бы можно сказать, трагедии. Сначала ребенок погиб в этом здании, потом там произошло возгорание не так давно, которое там повредило жилье, квартиры, люди, ну материальный ущерб очень большой понесли. И, соответственно, в очередной раз возникают вопросы, вполне закономерно, ахинцев, что же с этим зданием делать, почему его не убирают, почему администрация, ну вот так говорят, почему администрация бездействует? Ну администрация не бездействует. Что касается этого вопроса, то по результатам несчастного случая следственным комитетом было передано уголовное дело в прокуратуру, и на сегодняшний день прокуратура обратилась в суд, и имеется решение суда о понуждении собственника, гражданина Пикунова, да, в данном случае, о сносе этого здания, так как оно представляет опасность и находится в аварийном состоянии. Со стороны администрации по представлению Следственного комитета были приняты меры по ограждению данного здания в целях обезопасить и не допустить доступ детей к этому зданию. Поэтому на сегодняшний день по решению суда будет судебным приставом направлен исполнительный лист, и уже по регламентируемым срокам будет понятно, насколько есть возможность собственника реализовать этот исполнительный лист, и далее уже, наверное, следственные органы или судебные вернутся к тому, все-таки, может быть, муниципалитет выступит, но, опять же, только на основании судебного решения. Потому что сейчас просто нет законных оснований у муниципалитета это здание сносить. Совершенно верно, совершенно верно. Имеется собственник, да, то есть только по решению суда возможна реализация этого решения. По пострадавшим после пожара квартирам в администрацию обратилось 8 семей. Две из них, которые нуждались и изъявили желание, были предоставлены квартиры из маневренного фонда. То, что касается муниципальных квартир, мы запланировали за счет средств местного бюджета в следующем году ремонт этих квартир. Что же касается квартир, которые находятся в собственности, то, согласно законодательству, либо имущество должно быть было быть застраховано, и тогда страховка могла бы покрыть эти расходы. Либо собственники самостоятельно осуществляют ремонт и уже в судебном порядке также обращают эти затраты на виновное лицо, кто будет установлен в ходе расследования уголовного дела. А этот дом, насколько мне известно, он стоит в программе переселения, то есть он-то со временем должен быть расселен, так или нет? Он по программе переселения, по сейсмике, то есть пока сложно говорить о сроках по переселению данного дома. Сейчас рассматриваем конкретно тот подъезд и квартиры, которые пострадали. Наталья Анатольевна, ну вот завершается наш серьезный разговор, поговорили мы о итогах года 15-го, о задачах на 16-й год, ну и в завершении такой, может быть, как-то в целом такой вопрос обзорного характера. 15-й уходящий год, вот осталось буквально всего несколько дней до его завершения, чем он вам запомнился? Какие наиболее яркие события вы можете отметить? Ну, может быть, в работе, в каких-то других сферах жизни, чем вот 15-й год запомнился? Ну, я думаю, события можно разделить по некоторым направлениям, то есть если это касается вопросов политических, то, наверное, безусловно, это избрание нового губернатора Сахалинской области. В вопросах социальных самое главное событие этого года — это 70-летие Великой Отечественной войны, все связанные с этим мероприятия, торжественные. Еще раз мы все должны не забывать о том, что наши ветераны нуждаются в нашем внимании и заботе, и не только в праздничные дни, это в обычной жизни, внимание для них очень ценно. Ввели новый детский сад «Родничок», тем самым среди деток от 3 до 8 лет решился вопрос очередности. Отметил 50-летие наше районный дворец культуры. Проведен был 40-й юбилейный праздник лыж. Это то, что касается социальной сферы. По вопросам экономики — это реализация проекта «Доступная рыба». Жители могли увидеть плоды его реализации. по открытию социального магазина, открытие социальной аптеки по этим направлениям. И дальше будет продолжаться работа, будет увеличиваться количество участников этих социальных проектов. В плане вопросов жизнеобеспечения все-таки очень большое значение имеет, что проведен ремонт подземной части теплотрассы ТЭЦ ПНС. Это очень важный объект. Вызывал беспокойство на протяжении долгого времени. Конечно, это действительно большую опасность представляло. Эта программа будет у них продолжаться, Ахинская ТЭЦ, они будут свою трубу магистральную делать. Совершенно верно. На следующий год запланирована замена надземного участка. Также большое значение имеет, что на сегодняшний день состоялся аукцион и подрядчик определен по строительству подстанции 35 на 6. То есть это тоже важный объект. Если теплотрасса ТЭЦ ПНС это теплоснабжение, то подстанция головная, самое главное, от которой идет электроснабжение города и которая уже 50-х лет постройки, она тоже уже требует обновления. И очень большая работа была проведена к тому, чтобы этот проект реализовался. И надеемся, что в 2016 год этот объект будет введен. Важное значение имеет продолжение работы по реконструкции водонасосной станции «Медвежья». Наш важный самый объект по водоснабжению. Напомню, что проект был разработан еще в 2007 году. На протяжении этих лет реализовывались отдельные мероприятия по этому проекту, но на сегодняшний день уже изменились и требования, и нормы. Поэтому возникла необходимость внести изменения в существующий проект, учесть все необходимое. Особенно важный момент — это раздел электроснабжения, что является основой работы водонасосной станции. Контракт заключен. Проектировщик работает над внесением изменений в проект. Ну и я так думаю, что можно озвучить важный наш объект — баня. То есть проведена работа по выделению земельного участка, проведены изыскания, прошление госэкспертизу, и на сегодняшний день готовится техническое задание на проектирование. На проектирование мы предусмотрели средства в местном бюджете. По результатам разработанного проекта, это тоже новое введение во взаимоотношениях муниципалитетов и области, по результатам разработанного проекта он будет рассматриваться на межведомственной комиссии, и финансирование будет выделяться уже по результатам этого рассмотрения. Поэтому в планах пока, если никаких непредвиденных обстоятельств не нарушит разработка проекта за летний период и, по крайней мере, начальные какие-то работы в конце 2016 года приступить и в 2017 году уже ввести этот объект. Наконец-то подарок сделать нашим ахинским любителям. Ну что ж, уважаемые телезрители, напомню, что сегодня в рубрике «Серьезный разговор» мы побеседовали с исполняющим обязанности главы муниципального образования городской округ Ахинский Наталья Анатольевна Рычковой. Наталья Анатольевна, большое спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. Поздравляю вас и ваших коллег с наступающим Новым годом и Рождеством. Спасибо. Я также хочу обратиться к нашим жителям и пожелать всего самого наилучшего доброго в наступающем Новом году. До свидания.